Привет зритель! Сейчас будет маленький обзор и я решила сделать отдельно косметический и потом бытовушный тоже как-нибудь запишу. У меня в общем тут пришёл наконец с Алиэкспресс заказик, который аж два месяца до меня полз, причём почему-то из Чехии, так вот, из Китая в Чехию, из Чехии ко мне. И ещё я на днях делала заказ на Вальберис, ну и тоже на днях, соответственно, забрала, там кое-что было, короче, тадам, бальзам для губ, у меня теперь есть бальзам для губ в этом таком вот, в стике. Я не сразу врубилась, как им пользоваться, как его вообще открыть. Я думала, что снимаешь вот эту голову, волосы, порык, и всё, и вот тебе счастье, покрутишь и выкрутится. А нифига, вот крутишь, крутишь, ни хрена. Оказывается, надо было снять вот эту ещё штучку, и потом вот будет чаще. Сейчас у меня на губах Гранд Рош палетка от Ифрашеда потопная такая, когда-то её покупала за 540 рублей по скидке, аж помню до сих пор цену. Поэтому я ничего тебе показать не могу. Но вообще это назывался крем для рук, крем для рук. Бальзам для рук, крем для рук, ну вообще не знаю, каким местом это бальзам для рук, но он как бы, бальзам для губ, по идее, это. И вот обратно он закрылся. Так вот. Вот такая вот как бы девочка. Я думаю, что в принципе, наверное, парик-то не надо снимать, и оно вот так вот делается. Ну, я в отзыве фотографическом на Алиэкспресс зафоткала весь процесс. Так, это первая штучка, но вообще она пришла, она вообще пришла 6-го, но когда я была на почте местной и пополняла проездной, мне вообще ничего не сказали, что на моё мяч что-то пришло. Как бы ничего нет. И бумажка задним временем, ну как говорится, заднее число, тут заднее число по времени стояло, потому что я в 12 часов проверяла, значит, этот почтовый ящик, ничего не было. Потом 4 часа проверяла, ничего не было. Потом 7-го зашла, что-то так поднялась, оглянула, смотрю, там лежит бумажечка 10-ю утрами помеченная. Так, мне вгрустнулось, и я заказала себе мыльные орехи. Двух видов на Вайтберрис. Ну, какая я уже обозревала сазона. Там даже говорила, наверное, в общем, тут оно у нас. Ещё до сих пор не распечатанное. Вот в таком пакетике упаковано. И ещё в пакетике, не поверишь, упаковано. Мочалка с наполнителем из плодов сапиндуса. Мыло, шампунь не требуется. Мыльные орешки. Ну, нет, мыльные орехи вообще как бы фирма питерская, сколько мне известно. Вот ещё пакетик. И вот тут ещё пакетик. Такое как-то немножко, как пли. Через пакетик чувствуется запах сухофруктов. Вот знаете, этот компот классический из сухофруктов. Вот тут так же. Я читала в отзывах, что можно 80% содержимого достать, убрать про запас. И этими 20% вполне себе мыться и голову мыть. Ну, у меня как бы есть дофига ещё, ну, не то чтобы дофига, приличное количество гелей для душа от подписчицы Лёли. И ещё, ну, примерно столько же мыла есть, кускового тоже от Лёли. Но шампуня у меня нет. Если вы давно меня смотрите или недавно, или последние ролики просто видели, у меня там проблемы с волосами. Они сейчас как бы более-менее пышные. Я самопальным шампунем мыла голову. Хотела пораньше сделать обзор, но получилось только сейчас, в два ночи. Вот такая она. Сейчас я попробую достать. Есть двух видов мыльные орехи. Вообще, это как бы выглядит как ягоды. Растут в Индии, может, ещё где-то растут. Они, как я читала отзывы и вообще информацию описания, это плодики, из которых извлекают зёрнышко. Зёрнышко никакой мыльной функции не несёт. Никаких сапонинов не находится. Сапонины – это такие мыльщие вещества. В полевом хвосте, допустим, они есть. Вот полевой хвост часто растёт на каких-нибудь огородах и садах. И такой сорняк конкретно. Очень полезно, кстати. В общем, и потом этот плодик без зёрнышка высушивается, и он напоминает как бы вот такую скорлупку. Я потом их выцеплю отсюда. В общем, берёте вот такую штучку. Закидываете в кастрюльку с водой, а минут 15-20 кипятите её. Потом отжимаете, отвар сливаете там, или помыться, или голову помыть, или вообще в пену для вас сделать. Этот надо просушить естественным путём, и потом ещё несколько раз использовать. А можно, в принципе, действительно одну пятую тут оставить, а остальную вынуть и оставить на потом. Тут оранжевая такая-такая френа тень. Это лёновый мешочек. Лёновый, лёновый, да-да. Ну, в некоторых диалектах России это называется лёновый. Я просто помню, меня в камендах как-то человек поправлял. Ну, знаете, любят люди поправлять. К силу и нет. В общем, вот. Она 207 рублей стоила. Я хочу потом взвесить, сколько тут вообще грамм в ней, вот сколько этих штучек. И самое интересное, что вот этот вот вариант для тела и волос, он менее мылкий, но более подходит. Но я читала отзывы и комменты, вообще кучу информации, что, в принципе, и то, и другое подходит. Просто это маркетинговый ход. Оно стоит чуть дороже, чем то, которое для посуды, для дома, для постельного и детского белья, и нательного тоже. Ну, там трусы, лифчики стирать можно. Причём, видимо, ни трусы, ни лифчики, ни постельное бельё, а что-то, другую одежду какую-то конкретную стирать уже нельзя. Надо чем-то другим стирать. Так, сейчас я, наверное, чихну. Нет, не чихну. Так, мышочек для стирки плодами сапиндуса. На сайте это называлось как мышочек для, ну, мочалочка вообще. Для использования наполнить мешочек плодами сапиндуса. Вы, имборедактора, вывернуть, но я прочитаю, как оно есть, как оно должно быть, а не как оно есть, не буду уж ваши уши травмировать, вывернуть клапан и поместить мешочек в барабан, стиральную машину или тазик. Знаете, вот я читала отзывы, я теперь понимаю, потому что на картинке не очень понятно было видно, почему люди негодуют с этого мешочка, он не завязывается. С него эти орешки в сухом-то виде выпрыгивают, ну, при желании так вот, можно чуть достать, и оно выпадет. А уж мокром-то в машине там будет феерия просто. Можно взять какой-нибудь мешочек и завязать его, да, вот хлопковый какой-нибудь там или леновый, туда будет вам счастье. Но точно не этот, плохая задумка в этом плане. Стиральная машина или в тазик? Ну, в тазик, да, вот стиральную машину не советовала бы изготовитель. Трио мыльные орехи, Россия, Санкт-Петербург. www.sapnaz.ru Материал хлопок. А на сайте написано, что лены? Я вижу даже, что это лен, как бы, а не хлопок. Хранить в сухом месте срок службы 6 месяцев с начала использования. Не содержит обязательной, не подлежит обязательной сертификации. Сделано 10 октября 2020 года. Но я вообще у них же на сайте, и вы же, как бы, там на Вайберсом писали вопросы, они отвечали, написано было, что 36, нет, как же, не 36, ну, короче, 8 лет и 2 месяца оно может жить. И вообще, как бы, 2 года с момента использования у них срок гарантии, и еще сколько-то, ну, и само по себе может жить 8 лет. 8 лет с лишним оно мылкое. Ну, в общем, как мы поняли, информация везде разная. Причем у одних же мыльных орехов. У них там есть пара сайтов, где они оптом продают, и в розницу, и в контактике еще группочка. Мочалка с наполнителем из плодов сапиндуса. На другой стороне, да? Перед применением мочалку необходимо тщательно размочить в воде, и затем размять руками до появления густой пены. По мере уменьшения выхода моющего... По мере уменьшения выхода моющего вещества, необходимо смачивать снова. После использования мочалку заморозить или просушить. Когда мочалка перестанет давать пену, содержимое мочалки выкинуть и наполнить плодами сапиндуса сорта Трифолиатус. Это тот, который подороже, помелче сам по себе, менее умылкий и для тушки. Остерегайтесь попадания раствора в глаза. Люди, как вы моетесь, что у вас в глаза он попадает? При попадании в глаза обильно промыть проточной водой, не тереть. Я, короче, читала, как можно делать шампунчик. Ну, это, по-моему, в каком-то ролике у меня было. Может быть, в том, который я на телефон снимала вот эту всю свою алоэ веру и так далее. Я тут разгребала. Сегодня додела наконец-то, релизнула 82-ю главу цветка. Можно несколько дней отдохнуть. Сутки-то точно от цветка-то хотя бы дни пять. И запащу потом водками инструкцию по применению, как я делала гель алоэ вера, как я делала лосьон либо тоник на соке, ну, на концентрате алоэ верой, как я делала шампунь на мыльной основе с алоэ верой и березовым дёгтем. Вот как раз насчёт этого я тоже хочу попробовать. Там, возможно, чуть-чуть, вот видно, когда он прыгнул тут. Хулиган такой. Состав мешочек неотбелённый лён, наполнитель плоды сапинтуса. И вот смотрите, с одной стороны это хлопок, а с другой стороны это лён. Товарищи, мыльные орехи, определите же уже, что вы тут нам впариваете. Так, ещё коробочка. А эта заставила 532 рубля за 500 грамм. И это орехи мыльные, которые более крупные, как я поняла из описания, и не только на сайте, а вообще в интернете, на разных страницах, разных местах. И они как бы подходят только для мытья посуды и стирки. Но я читала отзывы, причём я изначально к ним вышла именно на эти орехи, что изначально я про них читала отзывы, что люди как бы ими моются, и всё нормально. Ну, просто у кого-то слегка сушат кожу или волосы. Я думаю, что это и от какой-нибудь другой мыльной штуки было бы сушение волос и кожи. И суть такая. Вот тут упаковка рассчитана на 100 стирок и заменяет 17 пачек стирального порошка. Я не знаю, мне вот упаковки порошка стирального в 3, что ли, килограмма, или сколько он там, хватает почти на год. Я на максималку кидаю 3 столовых ложки без горки. На средненькую такую, ну, что не полная, набитая, да. 2 столовых ложки, а на какую-нибудь совсем мелкую столовую ложку или половинку. У меня всё нормально простирывается. Не знаю, сколько люди хреначивают в стиралку этого порошка, что им столько надо много. Короче, я читала отзывы, что вот вполне себе именно такими орехами изначально как бы мылись и всё такое. И что можно и стирать, и мыться, и всё остальное просто маркетинг и выход. Ну, или продать что-то подороже. Это у нас тоже био, натуральное моющее средство, плоды сапиндуса, сушёные, мыльные орехи. Деликатно отстирывать любые типы ткани, гипоаллергенные. Ну, я так понимаю, что раньше-то всё-таки были лён, хлопок, натуральные ткани, а потом-то пошли всякие синтетики, помимо прочего. И псевдохлопок, псевдолён, текстиль какой-нибудь. Я просто читала каменно, что, ну, не у всех оно отстирывает. Ну, у меня пока есть стиральный порошок, у меня куча обмылков. Я делала как-то, тёрла на тёрку, вроде даже тогда что-то в первый раз, наверное, когда мыло резала в АСМРе. Да, тоже когда-нибудь порежу. И я потом этой штукой кидала в стиралку, у меня всё прекрасно отстирывалось. Короче, у меня есть пока чем стирать, я даже не планирую эксперимента ради это делать. У меня просто нет мешочка такого, который можно завязать, чтобы из него не выпало. У меня вот только этот мешочек есть. А из него и так понятно, что выпадет. Идеально для стирки белья, имеющего длительный контакт с телом детского, нательного и постельного. При этом для любых типов тканей. Я не знаю, может быть, бывает какое-то шёлковое бельё, да, там это синтетическое бельё, без понятия. Химии не место на нашей коже. 100% натурально. Вспоминается Камен Горбушкина в чатике. И не только в чатике, что химия, в принципе, составляющая жизни. Ну, в смысле, мы все состоим из химии в каком-то плане. Я просто почитала несколько постов на сайте этих мыльных арефов. Если вам интересно моё мнение на эту тему, можете заглянуть в мою телегу. В бложек уютненький. Ссылочки теперь есть в инфобоксе. И там и на бложек есть ссылочка в инфобоксе, и на чатик, который от этого бложека идёт. И, по-моему, на самом канале ссылочка есть. Эс Мукаросси. Я первый раз прочитала Мурракосси. В общем, что я тут показываю ещё? Так, с другой стороны, у нас 100% натуральный продукт плоды мыльного дерева. После стирки стиральным гелем. Ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не знаю, каким стиральным гелем они там стирали, чтобы сравнивать вот с этим. Но у меня никакая хрень не остаётся на белье. У меня всё чистенько. Может, надо просто покупать нормальный качественный порошок, а не какое-то дешёвое дерьмище, вонючее. Так, использовать. Ну, это надо на сайт смотреть. Потому что, видите, тут Вайтберс прикололся и на самое видное место наклеил свою наклейку. Ну, сбоку бы мог наклеить, но нет, не смог. 14 сентября 2020 года они сделаны. Натуральное моющее средство мыльные орехи. 500 грамм. Состав Эс Мукаросси. Ну, и опять сделано в Питере. Ну, на самом деле, это не изготовитель, потому что это закупается сырьё в Индии. Оно только фасуется, можно сказать, здесь. И раскидывается. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза обильно промыть платочной водой. Глаза не тереть. Дата выпуска указана на упаковке. Гарантийный срок хранения 2 года. Стирайте действительно натуральным химией не место на нашей коже. Я промолчу. Так, для стирки 500 грамм Мукаросси. Мыльные орехи. Так. Я обошлась пальчиком. О, тут у нас бумажечка наклеена. Применение. При стирке в стиральной машине скорлупки поместить в мешочек в комплекте. В комплекте, да, кстати, есть мешочек в комплекте. И положить барабан. Я сначала, когда узнала, что в таких коробочках, что для морды, лица и тела, что для стиралки есть мешочек. Но думала один купить. А потом думала, что это губочку. Можно просто сравнить. Мне интересно было, как оно. И по качеству, и по мылкости, и вообще. Так. И положить барабан вместе с бельём. Мешочек с плодами находится в барабане. Весь цикл стирки. Не, чуваки, я не знаю, что у вас там за стиралка. Как вы, может он находиться не весь цикл стирки. У меня, допустим, стиралку не откроешь до тех пор, пока она не достирает. Хоть на паузу жми, хоть выключай. Вынимать мешочек при полоскании не требуется. При ручной стирке в скорлупке поместить в мешочек и опустить таз с тёплой водой. Через 5 минут приступить к стирке. Максимальный эффект достигается при загрузке барабана примерно наполовину. Небольшое количество пены. Ну, тут сокращённо, я читаю, как бы оно было бы нормально, чтобы люди все поняли. Ну, большинство людей поняли. Небольшое количество пены, хотя бы в виде мыльных пузырьков, обязательно должно быть видно. Если пены нет вообще, необходимо либо увеличить температуру стирки, либо количество скорлупок. Игигей. Температура стирки 40, 60, 90. Количество плодов 6, 4, 3. Количество стирок 6 плодов хватает на 3-4 стирки при 40 градусах. 4 плодов на 2-3 стирки при 60 градусах. 3 плода на 1-2 стирки при 90 градусах. Так. Рекомендуется предварительная обработка пятен перед стиркой. Сильно загрязнённое бельё рекомендуется предварительно замачивать. При стирке белого белья рекомендуется добавить кислородное белье в отель ЭК-02. Чё ты там делаешь, кот? Для жёсткой воды необходимо увеличить количество скорлупок 1,5-2 раза. Раз в месяц запускать цикл на 90 градусов с антикипином или лимонной кислотой. Ни разу ещё не запускала. А как не запустить? Но я не настолько много стираю, у меня настолько усранная машина в этом плане. Из порошок у меня стиральный вменяемый. После стирки мешочек достать из машины и высушить до следующего раза. Вам не кажется, что это слишком геморно? Я-то покупала чисто, чтобы башка помыть. Вот мешочек. Немножко из другого. Наверное, это отбеленный лён. Ну, сравните, вот. По цвету на ощупь практически он. Он как моя наволочка, которую... Нет, не как моя наволочка. Эм, люди. Я не знаю, на чё рассчитывают эти производители, какая у них задумка была. Вот, ну, вот так вот оно. Вот так. И теперь вот так. И вот там вот эта фигня внутрь идёт. У меня, я думала... Только хотела сказать, что у меня наволочка похожая. Но у меня не такая наволочка. Она всё-таки поудобнее сделана. То бишь, он по-любому высыпется из этого мешочка. Как хош. Что хотел производитель? Не, за мешочек спасибо. Я что-нибудь в него положу. Он мне пригодится для чего-нибудь. Он менее функциональный, чем вот этот мешочек. Та-да! Как на фотке. Огромные такие. Ну, не огромные, конечно. В сравнении с трифа чего-то там. Как у нас этот трифа-то? Где-то тут у нас. Трифа... В сравнении с трифалиатусом, я так на ощупь даже понимаю, что шкурки этого трифалиатуса где-то так в лучшем случае в одну-вторую вот этих шкурок. Надо вообще прочитать про эти сорта, как они, кто раньше появился, кто позже, какой вывели искусственно. Разможно. Смотри, да. А потом уже эти полкило ли тут. Целых полкило, вам говорить так. И вот они. Там-то на ощупь попадаются неполноценные шкурки. Тут-то конкретно такие шкурки. Ну, как бы плодики высушенные, без зернышек. И мало такого, что совсем мелкого молотого. Ну, в смысле, ломаного. А здесь-то ощущается именно как вот, ну, так себе. Так, это у нас еще какая-то бумажка. Да, ешкин кот, вылазь. Бумажка. Так, мыльные орехи. 100% натурально, успешно используются на продвижении 5000 лет. Мы, другие средства, мыльные орехи растет на дереве. Оно натуральное, безопасное, экологично. Это просто плод, который вырос, затем его высушили на солнце и привезли, чтобы у вас были чистые волосы, сияющие кожа и свежее белье. Ну, у них это и на Вайтберрис написано, и на их сайте еще где-то я видела. Как это работает. В кожуре этих плодов содержится до 38% сапонинов, мягких природных пав. При попадании плодов в воду сапонина начинает выделяться. Одна часть молекулы сапонина связывается с грязью, а другая остается связана с молекулой воды. Затем грязь отсоединяется от поверхности и смывается водой. На сайте это еще по-другому выглядело, ну, в смысле, в картинке. Так, что-то у нас дальше. Люди, можно это читать? Не буду. Часть из этого я уже прочитала. Если вам интересно, вы можете на сайте глянуть. Я просто сейчас в камеру это всуну. Но тут вот, смотрите, в природе известно более 15 сортов мыльного дерева. Наибольшее распространение получили С. Трифолиатус и С. Мукороссия. А тут про плоды Мукороссии. По внешнему виду они похожи на каштаны. Сорт культивируемый плоды крупные, с большим количеством сапонина. Запах слабоуксусный. Не знаю, по-моему, сухофруктами пахнет. Они не очень подходят для тела и волос, так как подсушивают кожу, зато очень хороши для стирки. А может они и стирку подсушивают. Плоды Трифолиус. Похожи на сушёный шиповник и более мелкие, чем Мукороссия. Это я уже заметила. Растёт только в дикой природе. Пахнет сухофруктами. После высыхания на волосах и теле остаётся еле уловимый нежный фруктовый аромат. Идеально подходит для мытья волос и тела. Для стирки, для тела, для волос. Лапа слегка дрожёт. Я вообще тут слегка простужённая. Несколько дней мне выспаться даже не дают по-нормальному. Ну, суть, короче, людей. Если вам понадобится эту штучку, просто скажите мне в комментах, там или где-то ещё я сфоткаю и выложу. Или там ВКонтакте на страничке канала, или там ВКонтакте на страничке травника, или в тележку скину, или ещё куда. В чём отличие средства мыльной орехи от другой экопродукции? Экосредства более безопасны, чем традиционная бытовая химия. Всегда казалось, что традиционная это медицина. Но их производство всё же требует использования химических реагентов и проведения химических реакций. Так, для синтеза любого мыла необходимо к натуральному мылу добавить щелочный скинатор. Не знаю. Вот я, кстати, и вышла на мыльные орехи, потому что вот есть люди, которые с нуля делают мыло и используют такую хрень, вот этот скинатор, который вообще-то использует машинное масло смыть где-то. Ну, в какой-то совсем промышленности. Они, видимо, не знают, что существует как минимум хотя бы зола, которую пожгли костёрчик дождичком, смыла этот костёрчик, и вот мыльная такая штука появилась. А ещё с древних-древних, блин, времён. Может, тогда ещё даже эти орехи не родились, как дерево. А для синтеза сахарных суфрактантов, как правило, используется серная кислота. Так, чуваки из Питера, где вы живёте, блин, вообще. Мыльные орехи – это несинтезированная, 100% натуральный продукт, который растёт на дереве и не требует химического производства. Чем пользоваться, выбор всегда за вами, бла-бла-бла. Мы любим природу и восхищаемся ей. А вы с уважением о мыльной орехе. П.С. не спешите в супермаркете. Не ищите в супермаркете, продаётся только в эко-магазинах. В общем, можно для веганов, можно для тех, кто любит зайчиков, био, перерабатываем продукты, ещё какая-то фигня. Вот. В общем, вот такой у меня обзор заказика. Хватит, я думаю, мне надолго. Как бы обратно теперь обосу. Засуй меня, если сможешь. А то, знаете, я в детстве как-то разобрала слегка позолоченные частицы, а собрать обратно уже не получилось. У меня что-то дофига личных вещей оказалось. Вот тут так же вроде как всунула, но как теперь вот это всё туда засунуть? Как-то вот тут. Как-то так. Моя помадка. Кстати, хорошо увлажняет. Губки вкусно пахнет, такая приятненькая. Такие дела. Тут немножко мусора. Они из-за экологии, но при этом пластиковые пакеты это всё запечатывают. Могли бы бумажные пакеты, да, запечатать? Как бы. Всем спасибо за просмотр. Если вы пользовались мыльными орехами или чем-то подобным, есть у вас опыт или только собираетесь, дайте знать в комменты. Будут при этом почитать. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.